Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. У микрофона Любовь Петрова. Приближается большой праздник православных Пасха. День, когда Иисус Христос, распятый на кресте, вознёсся на небеса. И православные верят, что смертью смерть поправ, Бог воскрес. Пасха – это один из главных праздников христиан всего мира. И 24 апреля, в день Пасхи, у нас начнёт работу, начнётся пасхальный фестиваль, 21-й пасхальный фестиваль «Золотые купола». И сегодня у нас в гостях режиссёр, художественный руководитель этого фестиваля Сергей Чигирёв. Здравствуйте, Сергей Валентинович! Добрый день! Сергей Валентинович – заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Сергей Валентинович, вот фестиваль проходит уже в 21-й раз, да? А нынче, вот вы, мы вышли, вот недавно в марте буквально вышли из пандемии. Вот как вы чувствуете у себя? Мы переполнены радостных чувств. Действительно, два года мы находились в этом пандемийном состоянии, когда, в общем-то, все наши планы не могли реализоваться в той степени, в которой бы нам хотелось. Каждый пандемийный год мы делали программы, коллективы, организации работали. И буквально в последний момент мы вынуждены отменять большую часть своих программ. Буквально шли там совершенно единицы. Вот в прошлом году у нас был юбилейный фестиваль. Мы очень рассчитывали, что мы его проведем очень ярко, красиво. Но, опять же, пандемия вмешалась, и мы были вынуждены отменить почти все мероприятия. Но мы не так ярко, как мы обычно делаем в Русском театре. Мы все-таки в Кафедральном соболе провели такое небольшое открытие фестиваля. Прошли несколько спектаклей наших театров и концерт филармонии. Но основная часть, большая часть мероприятий мы были вынуждены отменить. И поэтому в этом году для нас просто большая радость, что мы наконец-то сможем вот так вот точно встретиться с нашими слушателями. Вот 24-го будет открытие, в саму Пасху будет открытие этого фестиваля. Что ждет наших якутян? Открытие всегда происходит в Пасху, в первый день. И в этот день мы в 18 часов в Русском театре, во-первых, встретимся с двумя замечательными коллективами нашей филармонии. Это симфонический хор филармонии под руководством Людмилы Шумиловой. И симфонический оркестр филармонии за дирижским пультом будет Павел Васьковский. Конечно же, перед зрителями выступит Владыка Роман. Ну и главное для нас встретиться, увидеться и сказать друг другу, что вот наконец-то мы вышли, мы теперь будем встречаться и расскажем о своей программе. И всем, кто придет к нам на открытие фестиваля, мы вручим флайеры, где будет написана полностью программа фестиваля, и которая поможет им потом сориентироваться в дальнейшем в этой программе. В следующих концертах и выступлениях, чтобы как можно больше зрителей охватить. Конечно. Вот вы являетесь режиссером этого фестиваля уже с самого начала, да? Уже 21-й, и вы все эти 21 год были режиссером, а вот в 6 лет вы уже художественный руководитель этого фестиваля. Сергей Валентинович, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Вы знаете, я готов был рассказать фестиваля про себя. Я сам человек приезжий, на самом деле, но я приехал в 87-м году, и на самом деле детство и юность моя прошла в Новосибирске всего лишь 32 года. Нет, 30 лет, ровно 30 лет. Все остальное, а мне в этом году уже будет 65, то есть большую часть своей жизни, то есть это молодость, зрительный период, вот сейчас уже преклонный возраст, я провел в Якутии. Ну, вы приехали вслед за своей супругой. Да, я приехал вслед за своей супругой, с которой мы познакомились в Новосибирской консерватории. Оперной певицей. Да, Нина Николаевна Чигирева, народная артистка. Вот, и мы договорились, что мы поим на один год, посмотреть, что такое Север. Вот, она как-то привезла пластинки, одну пластинку, значит, и с нами жила еще бурятка, училась вместе с нами, она привезла большую пачку пластинок, называется «Венок бурятских народных песен». Там было очень много гурятских песен. А у Нины Николаевны была одна пластинка всего лишь. Но первая песня, которую там, там Матвей Лобанов пел «Сахамсир и Барахсан». Это на меня привезло очень удивительное впечатление. Я говорю, Нина, нужно обязательно поехать и посмотреть хотя бы на один год, что такое Якутия. Ну, вот мы приехали на один год, и этот год уже растянулся вот уже в 35 лет, в 35 лет. Я работал в театре оперы и балета, сначала начинал как вокалист, потом работал в качестве главного режиссера, работал в Арктическом государственном институте искусств и культуры, а вот в высшей школе музыки я работал практически с ее самого основания. Вот, значит, в 83-м году она открылась, в феврале 84-го, 94-го года начала работать, уже набрали первых учащихся, в 95-м году набрали вокалистов, и в следующий год они уже пришли ко мне на предмет класс музыкального театра, и вот с тех пор я еще параллельно, где бы ни работал, там в театре, либо в Арктическом, я работаю в высшей школе музыки. — Высшей школе музыки. — И фестиваль — это ваше детище? — Вы знаете, вот тут очень интересный вопрос. В 95-м году я в Санкт-Петербурге учился, в консерватории, и вот тогда было такое как бы предначало фестиваля, что ли. Тогда открывался Казанский собор, и там проводился как раз вот такой фестиваль. Казанский собор до этого был музей революции, если вы помните, истории революции, и вот половину его передали православной церкви, открыли главный вход, значит, и был грандиозный-грандиозный концерт, режиссер, в котором был мой педагог, я был его ассистентом. И вот тогда как бы начали говорить о том, что хорошо будут такие вот концерты в храмах и вообще посвящённые особенно Пасхе, светлому празднику и Рождеству, конечно. Но вот эта семья как-то долго лежала, кстати, и в Петербурге тоже. Георгиев в 2002 году решился, то есть даже через 7 лет. Я когда сюда приехал в 90-е, значит, я отучился там два года, и потом перевёлся в ГИТИС на заочное, потому что здесь надо уже было работать в благосостоянии главного режиссёра, я эту информацию давал о том, что такой замечательный Казанский собор открылся, там такое было, там, хотя вроде бы в православных храмах в основном исполняется вокальная музыка, запрещено исполнение, но там были оркестры, там были различные инструментальные ансамбли, было очень грандиозно, просто огромные хоры были, ещё когда в храме с такой акустикой, это было замечательно. И вот тоже в 2001 году, вернее, у нас здесь родилась эта идея, но она родилась у Тамары Прокупенко-Сафроновой, это проректора Высшей школы музыки, когда была, вот. В 2002 году провели первое мероприятие, это как бы такой был маленький цикл, чтобы провести, отметить Пасху радостными такими праздничными концертами, их было всего четыре, их дала Высшая школа музыки. В следующем году, уже в 2003-м, в Министерство культуры подключилось, Юрий Козловский в этом тоже принял участие. Вот, и как будто эти две, два этих человека, как бы у нас считается, как будто это Тамара Прокупевна и Юрий Козловский, и вот все-таки мы параллельно с московским фестивалем Геркиеве, мы вот так вот параллельно идем. — Я знаю, вначале было это очень такое небольшое мероприятие, постепенно оно разрасталось, 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 и сейчас уже это большой республиканский такой фестиваль, в котором вся республика, в общем-то, принимает участие. — Да, вот только если взять по городу Якутску, если в 2002 году это было четыре мероприятия, в 2018 году это было 36 мероприятий, 36, которые нужно было показать, ну, где-то за 10-12 дней, потому что 3-4 недели сложно удержать внимание публики, и чтобы фестиваль, это нужно большое количество приезжих коллективов, чтобы, знаете, а когда в основном участвуют коллективы и организации, те, которые здесь все хорошо знают, очень сложно. Поэтому там было по три, по четыре мероприятия, и мы просто так подумали уже, что, ну, это уже, наверное, знаете, предельные цифры, поэтому уже как бы за этим гнаться не стоит. Но интерес, эти цифры были рождены тем, что большой был интерес именно со стороны наших организаций. — Ну, раньше были гости, приезжали всегда на фестиваль, еще кинофестиваль был, а в этом году уже нет. — Ну, видите, поскольку все поздно ушли, в марте, вернее, только стали выходить, неудобно делать людям предложение. Это обычно переговоры идут задолго, как-то люди ориентируют, что, знаете, вот у нас будет там через полгода или через год фестиваль, давайте как-то планы скорректируем, а вот так, знаете, там за несколько недель сказать, это как-то не очень хорошо, поэтому тут много связано и проезд, и размещение, и многие какие-то вещи, это не очень корректно было бы, я думаю. — Да. — Вот, но в самом начале к нам приезжали и дирижеры, и, допустим, музыканты приезжали, это было при Владыке Германе, при Владыке Зосиме стали приезжать к нам киноактеры, а вот при Владыке Романе это стал целый фестиваль, фестиваль, который назывался «Доброе кино», куда приезжают режиссеры, актеры, где происходят творческие встречи, показ фильмов и так далее. Вот до пандемийного, это был последний 19-й год, это все было, это существовало, потом два года уже не могли никого пригласить, сейчас мы вот только-только выходим, но я думаю, что это все будет, и со следующего года это будет, наверное, еще интереснее. Почему? Потому что, например, вот мы в 19-м году запланировали, вернее, в 20-м году, мы запланировали здесь сделать премьеру страстей по Матфея митрополита Илариона, тот, кто возглавляет Международное дело Русской Православной Церкви, который ведет передачу религии и мир. Да, 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 о музыке, да. Да, он к тому же еще и композитор, вот у него есть замечательное произведение «Страсти по Матфею», которое довольно популярно, мы хотели сделать пример еще с дирижером театра оперы и балета, но как раз мы написали письмо нашему Владыке, написали митрополиту Илариона, получили благословения, достали ноты, только начался процесс разучивания, и тут как бы пандемия набрала, так сказать, для нас нежелательный ход, и отменилось все это дело. Потом дирижер этот умер, я обратился в филармонию, и в этом году мы хотели эту премьеру сделать, большое крупное произведение, это было бы, так сказать, кульминацией нашего фестиваля, но Владыка Роман попросил перенести это на следующий год, потому что в следующем году наша епархия будет отмечать юбилей, 30 лет, вернее, да, 30 лет, и 30 лет будет отмечать высшей школы музыки как раз. И вот как раз это все это сойдется, вот на фестивале «Золотые купола», да? Да, мы очень надеемся, но тут как бы мы и в этом году уже были, как бы ничего, но вот все-таки решили, что поздно вышли, и в следующем году такая дата, было бы очень уместно показать там. Замечательно. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Сергеем Чигаревым. Так. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутск сегодня», и сегодня мы говорим о 21-м республиканском пасхальном фестивале «Золотые купола», который пройдет у нас в городе «Якутске» с 24-го апреля, в день Пасхи будет его открытие, до 6-го мая. И в студии у нас режиссер, художественный руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якуте Сергей Валентинович Игирев. Сергей Валентинович, вот основную нагрузку этого фестиваля кто на себе несет? Это высшая школа музыки же, да? Ну, поскольку идея родилась в недрах высшей школы музыки, и они были организаторами, и все первые программы представляли именно они, то, естественно, эта ситуация продолжается и до сегодняшнего дня. И, как правило, где-то до одной трети всей программы — это концерты в высшей школе музыки, это и симфонический оркестр, в данном случае под управлением Павла Васьковского, это камерный оркестр под управлением Станислава Афанасьенко, духовой оркестр, Александр Кузьмин, в общем-то, очень все известные люди в нашей республике. Это и наши прекрасные педагоги, которые, скажем, ведут постоянно рубрики, допустим, это вот фортепианная музыка Ольги Ревнов-Гаврильева, виолончельная музыка Ольги Григорьевны Кошелевы, это наши доценты и профессора. Это, конечно, Михаил Нубхолова, это наш вот такой ксакал, который всегда участвовал, и не только, значит, с программами фортепианной музыки, но и также делал поэтические вечера совместно с актером Мировского театра. Это же, конечно, вечера орфовой музыки, например. Видите, вот, я думаю, будет любопытно нашим слушателям узнать о том, что вот на огромной территории России, от центральной Сибири, восточной Сибири, только в Якутске преподают игре на арфе. Только в Якутске можно научиться играть на арфе, и только Якутск таких специалистов готовит. Поэтому мы все на расхват, начиная от Красноярска, Иркутска, там Хабаровск, Кладисток, везде ждут наших выпускников. И даже Новосибирский театр оперы балета, где в консерватории Новосибирска есть кафедра, преподают эту специальность, приглашал наших офистов из нашей школы. И девочка третьего курса ездила, она им очень понравилась, они ее взяли в театр. Но потом она вернулась сдавать госэкзамены, познакомилась с молодым человеком, ушла замуж, и они говорят, мы все равно ждем приезжать, мы все равно ждем. Но это говорит еще о высоком уровне подготовки, не только потому, что вы единственные. Ну и, естественно, с самого начала, помимо Высшей школы музыки, это, конечно, Государственный русский драматический театр Николюшкина. Да, в стенах которого проходят и открытия, и закрытия. Открытие и закрытие пасхальной недели, там как бы не закрытие фестиваля, а закрытие пасхальной недели. Когда мероприятия было немного, мы начинали в Пасху, и в воскресенье через неделю заканчивали. У нас был фестиваль, который укладывался в одну неделю, и было закрытие сначала фестиваля. Потом, когда мероприятий стало много, и мы выходим за границы этой пасхальной недели, а у Гергиева это вообще длится месяц или еще, может быть, дальше, то мы как бы все равно оставляем вот эту кульминацию фестиваля, это закрытие пасхальной недели, которая обычно на следующей неделе после Пасхи происходит. Но в этом году она попадает на 1 мая, и 1 мая будет демонстрации, и будет много-много разных событий, поэтому мы решили в этом году сделать исключение. Закрытие пасхальной недели будет 30 апреля. Опять же, в Русском театре, в 18 часов, и там будет очень много коллективов, солистов, фиртозы Якутии, там будет камерный оркестр, это духовой оркестр высшего музыки и духовой оркестр филармонии. Такой большой сборный концерт, закрытие пасхальной недели. Значит, Театр Первого Балета всегда активно принимал участие с первых дней. Национальный художественный музей, это тоже один из наших главных партнеров. Да, они площадку свою представляют всегда. Нет, они не только представляют площадку, они делают выставки, допустим, специальные выставки русских художников, иногда даже какие-то редкие там, Поленовая, допустим, художника или Нестерова, они своих запасников там будут, или, скажем, они делают специальные выставки наших якутских композиторов, там Тимофей Степанов, Иван Попов, Осипов, вот такие специальные под пасхальный фестиваль выставки организовали. Различные сначала были хоровые, танцевальные такие сборные коллективы, кинотеатры участвовали активно. Но вот с тех пор, как у нас открыли филармонию, а ей 10 лет уже исполнилось, только что исполнилось, появились несколько замечательных коллективов, которые сразу включились в наш фестиваль. Это и государственный симфонический оркестр, это симфонический хор, о котором я уже говорил, это и духовой оркестр, и аркартик ансамбль, и камераты Якутск, в общем, очень профессионально. Все коллективы филармонии. Все коллективы, они все довольно активно у нас принимали участие. Также активно принимали участие у нас и, скажем, библиотека, или, скажем, университет в свое время, они делали интересные выставки и книг. В последнее время Дом народного творчества у нас активно принимают участие. И, конечно, помимо театра пиер-балета и русского театра, театр юного зрителя, последние годы активно принимают театры, эстрады, всегда принимают участие. И в этом году тоже он планировал принять участие 1 мая, обычно всегда. Но они заявили несколько другую программу. 28 числа у них будет свой хоровой концерт. Для меня будет удивительно, что в Театре Старте здесь свой хор. Будет очень интересно это всё увидеть и послушать, конечно. Да, это получается фестиваль тогда не только искусств, но и всей культуры, да? Да, вы знаете... Принимает участие все учреждения культуры. Совершенно верно, да. Тут не только музыка, живопись, театр, тут и литература. Значит, в библиотеке принимают участие. И тут не только классическая музыка. Значит, вот Дом народного творчества. В этом году они очень хотели, но, значит, что-то там у нас не получилось. Но в те годы они активно принимали участие. Дом народного творчества. Потом, скажем, оркестр народных инструментов. Арктическое государственное институт искусств культуры тоже всегда активно принималось участие. Сейчас сложно... Я боюсь, что могу кого-то не назвать. Но, действительно, очень много коллективов, очень много организаций. И всем им большое спасибо. Это только то, что происходит в городе. А ещё представьте... Да, республиканский фестиваль, да. Да, Нерингри, Ленск, Алдан, Зырянка, Мирный. Очень много в республике. Ну вот, пришло время, наверное, познакомить наши радиослушатели с программой, чтобы они уже как-то в голове себе представили, куда они пойдут в первую очередь. Да, ну вот, значит, я бы хотел сказать вот ещё о чём, что как бы вот есть у нас свои как бы приоритеты и принципы у этого пасханого фестиваля. Вообще, у нас фестивалей много в городе. Вот, и Высшей школы музыки проводят ещё некоторые фестивали, и филармония сейчас проводят фестивали, много их всех. И вот, как бы, каждый фестиваль, он с чего начинается? Нужно определить идею фестиваля, о чём это всё будет. И вот нам в этом смысле легче, потому что он начинается в Пасху, и этим определено светлым праздником его как бы содержание. Вот, но и, как бы, этим предопределено вот несколько его таких основных принципов. Первый, конечно, духовность вот эта. И почему? Потому что вот этот светлый праздник для всех православных, мы его отмечаем совершенно бескорыстно. Значит, никто не получает никаких зарплат, все работают. Значит, это случай, когда каждый может подумать о своей душе. И совершенно бескоррежно прийти и пообщаться с нашими слушателями. Да, и все концерты, они бесплатны совершенно. Раньше были все бесплатны. В последнее время, конечно, времена немножко стали меняться. Потом у разных организаций появились госзадания по зарабатыванию денег и прочее. Поэтому сейчас с благословения Владыки Романа некоторые мероприятия у нас всё-таки стали платными. Я сейчас о них немножко тоже скажу. Затем вот один из наших важных принципов — это просветительство. Очень много направлений. У нас и классика, и тут и театр, и народная, и много всяких направлений. И через них происходит такой просветительский момент. Затем это образовательный момент. Мы сейчас стараемся выступать в детских школах, особенно после того, как была построена детская школа номер два. Вот в этом году у нас будет два мероприятия, значит, 28-го и 29-го. Нет, 25-го и 26-го, сейчас я уточню, да. Это будет в детской школе искусство номер два, когда учащиеся, их родители, знакомые могут не идти куда-то или ехать специально. Они придут туда, куда ходят их дети, которые живут рядом, могут прийти на эти мероприятия. Ну и, конечно, еще одно из направлений фестиваля — это все-таки, наверное, патриотическое. Почему? Потому что вот Пасха — переходящий праздник, и когда он начинается, скажем, в конце апреля и в начале мая, то он продлевается фактически до 9-го мая. И тогда мы очень с большим удовольствием включаем в репертуар фестиваля мероприятия, связанные с Днем Победы. И тогда вот, конечно, такая еще патриотическая направленность этого фестиваля. Поэтому он очень такой богатый в этом смысле. И, значит, в этом году мы покажем, значит, уже не будет такого большого количества, как было до пандемийного. Потому что, я говорю, у нас задача выйти и все-таки включиться в эту работу. Будет 22 мероприятия. Значит, как всегда, 24 апреля мы откроемся в Русском театре вот этим вот большим концертом открытия. Затем в этот же день и на следующий день очень хорошую программу у нас представляет музей «Моя история». Музейный комплекс «Моя история». Значит, у них там сразу несколько мероприятий, которые они решили объединить. И мы всех приглашаем 24 числа именно в этот музей. Я думаю, там будет достаточно интересно. И вот буквально с 25 числа в детской школе искусств у нас будет представлена. 25-26 там будут выступать, значит, из цикла концертов наши выпускники. Будут выступать выпускники высшей школы музыки для как раз учащихся, преподавателей и, значит, всех желающих. Это наши прекрасные пианисты. Все они уже лауреаты, многие из них лауреаты, значит, международных конкурсов. Это уже такие маленькие сложившиеся музыканты. Вот. И 26-го будет вечер вокальный, где наша заслуженная артистка Прасковья Герасима выступит вместе в тандеме с пианистом, замечательным нашим Сергеем Лебедевым, лауреатом международного конкурса. Прозвучит цикл «Георгия Сверидова, отчалившая Русь» и «Романсы». Георгия Сверидова. И 26-го уже пройдет спектакль бесплатный в Русском театре. Значит, Островский несет «Коту Масленица». Значит, не всякий раз можно прийти в Русский театр, а тут, пожалуйста, бесплатно приглашает Русский театр. 27-го мы ничего не показываем, поскольку это день, когда будет начинать отмечать наш главный праздник в этом году, столетие Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Будет очень много мероприятий, поэтому мы тут решили как бы немножко сделать шаг в сторону, чтобы уступить главному событию. Вот, с 28-го числа у нас аж целых три мероприятия. Это будут выступать и пианисты, в концертном зале Высшей школы музыки будет вечер скрипичной музыки в Национальном художественном музее. И история «Якутия в песне» как раз театр эстрады покажет у себя в театре эстрады концерт хора театра эстрады. Значит, 29-го будет вечер русских романцев. Значит, приглашаем вас. Это наши ведущие солисты театра опера-балета выступят в музыке и фольклора, совершенно верно, да. В этот же день вечер фортепианной музыки. Это будут играть наши лучшие пианисты. — Сергей Валентинович, у нас время уже на исходе. И 30-го будет закрытие, да? — Да, и 30-го будет закрытие по сходной неделе, но дальше будет продолжаться. Мы приглашаем всех. Я надеюсь, что нам удастся везде в средствах массовой информации проанонсировать. Ждём вас на мероприятиях нашего фестиваля. — Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Якутск сегодня» в студии режиссёры Михаил Эверстов, Николай Слепцов, Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Мы выходим также в прямом эфире на радио и на телевидении одновременно. Телефоны прямого эфира 32-00-66, 32-11-66. Во время нашего разговора, друзья, вы можете присоединиться к нам и задать интересующие вас вопросы нашим гостям. Среди юбилейных мероприятий, посвящённых столетию ЯССР, в историческом парке «Россия. Моя история» проходит республиканская филателлистическая выставка, посвящённая столетнему юбилею ЯССР. И сегодня в гостях у нас председатель Союза филателлистов Якутии Михаил Николаевич Докунаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Старейший филателлист республики, секретарь правления Союза филателлистов Якутии Валерий Леонидович Слепченко. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Леонидович. И филателлист, председатель недавно образованной первичной организации филателлистов Никифор Климович Иванов. Здравствуйте, Никифор Климович. Здравствуйте. — Давайте начнём с вас, да, Леонид, Валерий Леонидович? — Давайте. — Вот филателлия, вот как развивается у нас филателлия? Уже она давным-давно развивается, да, 60-х годов прошлого века. — Республиканское общество филателлистов было ещё образовано в 1966 году. Оно насчитывалось несколько сотен человек. Как вы знаете, что этот вид коллекционирования был самым популярным в республике. По всем школам были клубы юных филателлистов. И даже команда юных филателлистов Якутии была представлена на слёте в пионерском лагере «Артек». Я лично их возил. Мы там показывали очень интересные экспозиции. После этого, значит, после 60-х, 70-х годов, когда марки продавались буквально в каждом киоске свою печать, наступил кризис филателлии. Ребятишкам это стало совсем неинтересно, стали совсем другие интересы. И вот только в 2012 году по инициативе директора управления Федеральной почтовой службы Игнатьевой Алевтины Ивановны был реанализован Союз филателлистов Якутии. И, значит, самой главной нашей заслугой было активное участие во многих городских, республиканских и даже было организовано в городе Якутске в 2012 году всероссийская филателлистическая выставка, посвященная 365-летию прохождения казакам Дежневым, пролива Азии и Америкой. Выставка пользовалась большим успехом. Также была проведена большая выставка православия и культура и целый ряд республиканских выставок, посвященных юбилею города, дня города и в том числе большое мероприятие «Дети Азии». Сейчас, конечно, у нас филателлистов гораздо меньше, чем в те золотые, как говорится, годы, но всё равно активность у нас есть. Мы принимаем участие во всех городских мероприятиях по возможности, во всех гашениях, которые производятся на почте. Значит, у нас открыт уже несколько лет как салон филателлистов. Там организована продажа марок, и мы стараемся наше увлечение поддерживать всячески. А сколько вообще филателлистов у нас в республике? Сколько насчитывают филателлистов? Если считать чисто филателлистов, у нас осталось буквально десятка-два всего. А было, представляете, чистых филателлистов, которые оплатили взносы, участвовали в выставках, до 500 человек в те годы. Сейчас вот нумизматов гораздо больше, и вот Никифор расскажет про нумизматов. Сейчас организовалось новое отделение по этим делам, и он здесь у нас большой мастер инициатив. Хочу представиться еще раз. Иванов Никифор Кимович, вице-президент Российской общественной организации «Союз коллекционеров России», также председатель общественной организации «Коллекционеры Якутии». Вот мы, скажем, поддерживаем наших коллег-филателлистов. И на данный момент около 500 членов у нас со всей республики и за пределы наши земляки, которые уехали на ПМЖ или по работе, по каким-то обстоятельствам выехали. Мы с ними поддерживаем связь и проводим выставки, ярмарки, какие-то мероприятия. Но вот эти два последних года, скажем так, сократили нашу активность, потому что нельзя было проводить, скажем так, большинство мероприятий, мы не смогли провести тогда. Поэтому мы перешли в онлайн, стали осваивать интернет и провели два съезда коллекционеров в онлайн-формате. Тоже, скажем так, ждём теперь снятия полного ограничений, чтобы опять вернуться к прежней работе. А про нумизматику? Мы, у нас общество такое, что мы рады всем коллекционерам. То есть и коллекционерам колокольчиков, и филателлистам, и собирающим открытки, монеты. Очень много коллекционеров у нас из районов. Вообще в нашей организации представлено коллекционеры из 28 муниципальных образований Якутии. Только несколько северных улусов у нас нет пока. И то просто люди не знают. А так практически вся территория охвачена. Наша организация была образована в 2017 году. В этом году у нас 5 лет. И за это время мы провели огромную работу, объединили. Много, да, вообще коллекционеров? Люди вообще любят коллекционировать? Или сейчас это вообще материальная затратная вещь? Нет, я бы не сказал. Это всё зависит от вашего желания, ну и уровня коллекционирования. Какие-то редкие вещи, конечно, недорого стоят. А коллекционера можно назвать человека, который собирает на холодильнике магнитики. Куда он ездил? Тогда значит я тоже коллекционера. Да, можно так назвать. Просто вы пока это не сознали ещё. Потом люди собирают там какие-то открытки памятные с места, куда они ездили. Ну, ракушки. Фотографии? Фотографии. Фотографии, не знаю, это просто память уже. А нет, вот конкретно привозят там ракушки, колокольчики, какие-то вот керамические тарелки. Вот очень у женщин распространены. Да, распространены, но потом очень много людей, да, которые собирают советское прошлое. То, что было там, радиоприёмники, посуду, хрусталь, какие-то платья, пластинки. То есть очень... Сейчас уже компьютерную технику уже собирают, уже компьютерная техника уже стала. Да, первые компьютеры. Раритеты уже. Раритеты уже. Орботехнику вот эту. Сотовые телефоны. Сотовые телефоны уже, да? Да, есть такое. Фотоаппараты. Михаил Николаевич, теперь к вам перейдём, да? Вот расскажите вот об этой выставке, которая сейчас открыта, посвящённая столетию ЯССР. Да, мы совместно с общественной организацией «Коллекционеры Якутии» организовали республиканскую филателлистическую выставку. Ну, помимо филателлиста, вот там представлены экспозиции и значки, и открытки, и книга, букинистика. В общем, спектр широчайший. Любой желающий может убедиться, посетив музей «Моя история» улицы Уткина, 5. Также хотелось бы отметить, что к данной выставке нашим союзом совместно с управлением Федеральной почтовой связи и «Коллекционерам Якутии» издана вот в акционерном обществе «Марка» в общем, такая почтовая карточка с литерой «В» и штемпель специального гашения. Акционерное общество «Марка» — это единственное в нашей стране общество. Оно раньше называлось Федеральное государственное унитарное предприятие «Издательский центр «Марка». Сейчас вот два года назад акционировались, называется акционерное общество «Марка», которое единственное выпускает в нашей стране все конверты, открытки и почтовые «Марки», с которыми, в общем, практически все жители нашей республики, нашей страны так в той или иной мере сталкиваются в поседневной жизни. И вот заявку на изготовление данной открытки мы еще в прошлом году, летом подавали. А после Нового года уже работа была активизирована, согласовывались макет, макет-штемпель. И вот, значит, на прошлой неделе поступил в город Якутск из Москвы, и любой желающий может приобрести открытку и поставить штемпель. Да, продается на главпочтамте. Окно номер 12, стоит 33 рубля. А в этом году гашение будет? Да, да-да, вот штемпель гашения. Штемпель это изгашение, да, вот как раз вот на этой будет, на этом конверте. Да, ну не конверт, а почтовая карточка. А, почтовая карточка. Также хотелось бы отметить, что последние пять лет, каждый год практически, наше общество организовывает в акционерном обществе «Марка» изготовление либо открыток, либо штемпелей специального гашения к тем или иным мероприятиям. Вот хотелось бы показать, например, в 2017 году, к юбилею 100-летнему Великой Октябрьской социалистической революции, нами был организован штемпель специального гашения. В том году мы организовали, значит, межрегиональную филателлистическую выставку совместно, вот, и УФПС, и, опять же, общественная организация, коллекционеры Якутии. И также активное участие принял председатель якутского отделения КПРФ Губарев Виктор Николаевич, он уже старейший коммунист, такое мероприятие он не смог пропустить. В общем, вот штемпель был. В 2018 году был организован также выпуск почтовой карточки к столетию уже комсомола, и также выставка была, и штемпель специального гашения. Он продавался везде. В 2019 году выставок не делали, но к 95-летию золотодобывающей промышленности Якутии вот почтовая открытка была, и штемпель в 2020 году. Ну и так, выставка открыта в музейном комплексе «Россия. Моя история». Так что, дорогие друзья, можете сходить, посмотреть на... Закрытие 30-го числа. Да, до 30-го апреля можете сходить, посмотреть выставку марок.